Рекламно-информационная программа. Культ поход. Добро пожаловать в культ поход. Да, да, именно эта программа начинается сейчас на 101.0. Николай Голиков и Владимир Сметанин. Сразу же представляем нашу гостью Людмила Кошмарюк, директор Кировского зоологического музея. Людмила, добрый день. Добрый день. Необычный сегодня у нас культ поход. Мы в гости к животным еще не ходили. А у вас там вообще животное есть? У нас чучело животных. Их очень много. Много очень птиц. Это не к тому, что Владимир, как выяснилось, не так давно узнал, что этот музей существует. Я думаю, что сейчас многие слушатели впервые узнают о том, что в нашем городе есть такой музей. Причем не первый год уже существует. Да, полностью он называется Кировский городской научно-естественный музей, зоологический музей. Вот так вот, да? Полностью называется муниципальное бюджетное учреждение Кировский городской зоологический музей. Вот как раз мы сейчас выясняли до начала программы, имеете ли вы отношение к другим музеям, может быть, в какой-то структуре. Нет, вы абсолютно самостоятельно. Нет, мы это единственный городской музей. Что представлено в настоящее время в вашем заведении? В настоящее время у нас представлено несколько выставок, очень интересных. Простите, давайте адрес назовем. Да, сразу говорите. Такие два филиала. У нас, да, два филиала. Один филиал, это в районе Зонального института Ленина, 160 выставочный зал. Там представлена коллекция, выставка по страницам красной книги. То есть можно увидеть воочию в 3D, да, можно сказать, птиц каких-то редких, которых мы, в принципе, вообще не увидим. Представлена выхухоль, например. Это родственник мамонта, очень тоже редкая. О которой все слышали, но никто ее не видел. Да, да, да. И она как раз в красной книге Кировской области имеется. Да, ее можно увидеть. Прямо у нас в Кирове, посетив наш Моисей. Во втором зале у нас представлена выставка, которая организована совместно с Кировским медицинским университетом. Это биологические мутанты. Ограничение 12+. Это похоже на кунсткамеру. Но это... То есть вот те самые стеклянные колбы, в которых... Натурально, да. Понятно, что находится там, да. Точнее, непонятно. Ну, с отклонениями. Надо посмотреть, да. Ну, во-первых, 12+, то есть взрослые уже, кто сам решает, воспринимает это, как это сказать, осознанно уже. Вот, а если помладше, то родители уже в сопровождении ребенка тогда... Не в сопровождении, а ребенок в сопровождении родителя. Да, и по решению родителя, конечно, ответственно. Как экскурсовод объясняет? Экскурсовода нет, но там есть очень много информационного материала. То есть можно все прочитать. Это какие мутации, какие отклонения. Также можно увидеть, почему происходят эти отклонения. То есть какие факторы... Информация вся эта есть, да? Информация, да, вся представлена. Выставка не как развлекательная, а как научно-просветительская была организована. Потому что очень много совещаний было по поводу, в какой ракурс направить. Раньше же был цирк уродцев. Но раньше и кунсткамеры были. Кунсткамера до сих пор есть, по сути, это как комната диковинок. То есть не обязательно это человеческие какие-то, да, уродства. Это, возможно, какие-то произведения искусства очень редкие, да, которые в единичном экземпляре. Но вот в данном случае у нас такая вот мутация. То есть и называется биологический мутант. Это там же на Ленина-160? Да, на Ленина-160. Я в группе ВКонтакте смотрю до 10 сентября. Да, мы сделали специально в каникулярное время. Потому что посетители разовые, чтобы не группы шли, а именно под ответственность родителей. И либо это молодежь, или взрослые, кому данная тема интересна. Но я могу сказать, что это мутации происходят на этапе зарождения клетки. То есть это период беременности. Он очень ответственный. И там беременная, я не больная. Как бы я считаю, что к этому этапу надо подойти очень ответственно. Сколько всего экспонатов? Насколько насыщены? Более 20 экспонатов у нас. Это вот на этой выставке, да? Да. А в красной книжной? Красная книга, почти 100 экспонатов. Кроме этого у нас представлен стенд с фотографиями вымерших животных. То есть черной страницы красной книги, которых мы уже с вами вообще просто не увидим. Например, морская корова с момента обнаружения ее человеком за 28 лет была истреблена. Ну, в данном случае человеческий фактор. На территории Кировской области опять же. Нет, нет, нет. Морской коровы у нас точно не было. Россия, Россия. Что у нас только нет? Очень показательный пример. Странствующий голубь. Популяция насчитывала, вот как нас сейчас, людей на земле, 5 миллиардов. Ну, людей там 7 уже слышно? Ну, вот было порядка 5 миллиардов, но было истреблено. То есть как раз-таки виды, исчезнувшие за последние десятилетия, да? Ну, столетия, я бы сказала. Ну, там, например, котельнические париозавры там не присутствуют. Они не краснокнижные, да? Нет, нет, нет. Человек просто не застал и уничтожить не успел. Что еще? А во втором зале, во втором филиале? Во втором филиале у нас находится огромная коллекция птиц. Это Нововятский район. Да, это Нововятский район, улица Советская, 17. Правое крыло ДК России. Да, правое крыло ДК России. Там коллекция птиц. До тысячи птиц представлено. Чучело, опять же. Конечно, это чучело. Также яйца можно там увидеть этих птиц. Это в одном зале. Это научная коллекция. Приходят обычно... Ну, посмотреть-то ее можно. Можно посмотреть. Конечно, приходят студенты и сельхозакадемии к нам приходят. Они потому что у них по теме изучение как раз идет. А, то есть они изучают и преподаватель говорит, вот, едьте туда в зоологический музей и смотрите. А во втором зале у нас представлена выставка «Обитатели ночи». То есть это животные, которые ведут ночной образ жизни. Крыльями хлопают, типа этих мышей летучих, да, что-то такое? Есть, конечно, там летучие мыши есть, крыланы, гигантская летяга. Очень редкий экземпляр. Единственный у нас тут в Кирове его можно увидеть. Также такие ночные животные, как ежик. Ежик, ночные животные? Ежик, конечно, так слушаю. Большинство хищников ночные животные. Когда же еще? Филины, да. Соловьи. Вот. Также ведь животные, которые в темноте живут, это подземные. То есть это крот, например. То есть их тоже можно увидеть, увидеть приспособления, посмотреть, что же природа придумала. Вот, ну, представьте, вы бы закрыли глаза и определить расстояние. То есть там можно еще понять, как они вот это видят в темноте, да, все вот на этой выставке? Нет, это просто описательно все представлено, конечно. Насколько много посетителей сейчас? Кто посетители? Дети в основном? В основном приходят, да, родители с детьми, либо бабушки с внуками. Они чаще всего, сейчас группы лагерей приходят еще, городские лагеря, да, которые у нас присутствуют. А, Людмила, у вас там тысячи этих вот чучелок, где вы столько таксидермистов-то берете, чтобы готовить? Такая профессия, это редкая довольно. Я сейчас вспоминал, да, это термит таксидермия. Вы знаете, в основу вообще фондовой коллекции легли сборы нашего сотрудника, главного хранителя Владимира Нестеровича Сотникова. То есть его коллекция как бы частная, его, да? Она передана в дар Кирову. Вот, то есть человек с детства, он просто болеет, одержим птицами. Я думаю, что вы его пригласите, потому что он может часами рассказывать про птиц. Собрано это не только на территории Кировской области. То есть это экспедиции были и на Дальний Восток, Приморский край, Камчатка, Командорские острова, Средняя Азия и Юго-Восточная Азия. Я вот была буквально, наверное, в течение трех лет, не могу сейчас точно сказать, Мьянма, страна, оттуда у нас Литяга. Которая раньше Бирма была, да. Также Урал, Уральские горы. Коллекция пополняется еще и за счет сотрудничества, обмена между зоологическими учреждениями, такими как Зоологический музей Московского государственного университета. Один из самых известных, да. Да, Пингвин, Гумбольт, вот у нас от них, например. Также у нас Калибри из Московского государственного педагогического института. То есть за счет этого обмена тоже пополнение идет, да? Конечно, то есть мы что-то... А вы, например, что? То, что в средней полосе вот у нас есть, то есть там... Или, возможно, что если какая-то экспедиция была, вот и в эту же Мьянму, да, то есть человек съездил, но он передает на обмен, например, на Дальний Восток птиц тропических, а нам, например, там едет в Дальний Восточный Урал. Но он едет в ту же Мьянму, он едет, он как вот, он уже там чучелки там берет эти, или он там сам добывает эту Литягу, да? Вот я так глубоко не могу сказать. Не знаете, да? Да, это надо... Это надо с ним уже говорить. Не при мне уже это было, то есть экспедиция. Но вот сейчас делается чучело страуса, это со страусиной фирмы. То есть, ну, вот позвонили. Ну, это сейчас уже не экзотика, сейчас у нас они по области бегают, да. Ну, вот. Ну, хорошо, чучело калибри, чучело страуса. Да, вот, вот, у нас будет такая выставка гиганты и карлики, и будет, да, сравнение. Я смотрю в группе ВКонтакте, как раз зоологического музея. Вот вы сказали, что дети в основном с родителями, с бабушками, с дедушками приходят. Но вы еще, я так понимаю, даете возможность и самим детишкам организовать или выставить свои экспонаты. Вот я имею в виду конкретную фотовыставку. Сейчас, да. Да-да-да, расскажите про нее, пожалуйста. Ученица пятого класса в Вятской гуманитарной гимназии. Да, Арина Цветкова сейчас также на Ленина 160 представлена фотовыставка «Мир птиц». Она с шести лет увлеклась птицами. Ну, ребенок, представьте, даже, ну, взрослый. Что значит, увлеклась, простите. Она заинтересовалась. То есть вот раз... Наблюдать, читать о птицах. Да, начала наблюдать, естественно, много читать. То есть, живя у себя в деревне, представьте, она вот увидела разные виды птиц, да. То есть она их начала фотографировать. Соответственно, но вот увидели вы какую-то незнакомую птицу, вы же не знаете ее название, конечно. Они попытались по справочникам, определителям, но... А, сравнивая фотоснимки и то, что опубликовано. Фотоснимки, понимаете? То есть, как бы, есть определенные нюансы. И Арина вот с родителями, с бабушкой вышли уже на Владимира Нестеровича Сотникова. То есть уже на специалиста по птицам, да. На специалиста по птицам, который помог определить, да, каких птиц она сфотографировала, какие там виды, то есть... А, может быть, сделаны были какие-то даже открытия? Вот. Нет? Или всех идентифицировали пернатых? Новых не обнаружено? Нет, новых не обнаружено, но Арина участвует очень много в различных конкурсах, олимпиадах, то есть занимает места, поэтому... Короче, это будущий ваш сотрудник, все понятно. Она, да, как внештатный уже сотрудник. То есть Арина для своего возраста, она очень такими богатыми познаниями, да, уже обладает о птицах? Да, да, да. И бабушка-то говорит, что она заражает вот своей познавательностью, и мы, говорит, вся семья сидим, занимаемся птицами, рассматриваем, изучаем, то есть как бы... И вот фото-выставка организована, чтобы это, конечно, пропагандировать среди детской аудитории, и вообще вот показать, что... Дети тоже могут заниматься, по сути, научной такой вот исследовательской работой. Гимназистка вполне себе будущий орнитолог, да? Понятно. Хорошая профессия, звучит хорошо. Вы кто? Я орнитолог, да? Мне почему-то сейчас сразу вот писатель Виталий Бенки вспоминается, да, у которого рассказывают для детей как раз-таки об окружающей природе. Сделаем паузу, да? Сделаем паузу. Будем оглашать, начнем разыгрывать. Культ поход. Путешествие по Кировскому зоологическому музею мы сегодня совершаем вместе с директором этого учреждения, Людмилой Кошмарюк. Напомним еще раз, что музей существует в двух залах. Это Ленина-160 и Нововецкий район Советская-17. Мы продолжим чуть позже разговор, еще раз просим Людмилу о происходящем в музее, о планах, что там в будущем. Вы себе задумали. Но теперь мы с Николаем должны все-таки озвучить наши призы и уже начать розыгрыш. Ну, я думаю, что начнем мы оглашение призов, как раз попросим Людмиле Леонидовну, потому что у нее вот я вижу такие очень красивые такие штучки на столе. Это у нас что? Это красивые пригласительные. Да. Подарочный сертификат на посещение музея на две персоны. То есть в любое время можно прийти? Ну, в рабочее, соответственно. В рабочее время, да. Можно прийти и посетить музей. Да, либо на Ленина 160, сейчас вот там очень насыщенно, три выставки идут. Или можно в Нововятске. То есть можно все три выставки посмотреть, да? Вот. На Ленина 160, да, все три выставки. Три подарочных сертификата, каждый из них на две персоны. Вот отличный подарок для семьи. Дальше у нас, как всегда, книги от магазина «Читай город». Это, во-первых, Евгений Бабушкин. Библия бедных в этой книге. История, репортажа, рассказы о непростой человеческой жизни, о несправедливости, о злее. И о том, что надо верить лучше, 18+, очень красивая книжка. Следующая, ну тоже очень известная уже книжка, известнейший автор. Это Фредерик Бигбедер «Идеаль». 18+, ограничения. Бигбедер возвращает на сцену своего собственного двойника, героя романа «99 франков» по имени Октав Паранго. Успешный и циничный рекламист. Приезжает в Россию, он ищет новое лицо для мирового гиганта косметической индустрии. Неожиданно для себя герой влюбляется без памяти. Алексей Баталов. Тоже замечательная книжка. Совершенно замечательная книга. Замечательного нашего, к сожалению, недавно, жертву от нас. «Сундук артиста». Это книга воспоминаний великого актера, режиссера, сценариста, писателя, художника, педагога о своей жизни, о замечательных людях, которыми сводила его судьба. Эти и другие книги вы можете купить в магазине «Читай город» по адресу «Преображенская улица 65», торговый центр «Театро Либоленина 103», торговый центр «Крым». Есть еще в нашем городе замечательное заведение, которое называется «Музейно-выставочный центр на Спасской». Он как раз на Спасской находится. Вот сейчас и Николай тоже делит. В руках пригласительный билет. Это на одну персону. Но у нас их три. А, но у нас их три, да. Все три билета у нас в руках. Там тоже, кстати, несколько выставок. Там несколько выставок, в том числе, о которой мы недавно говорили. Выставка авторской дымковской игрушки. Еще у нас пригласительный билет в выставочный взял Вятского художественного музея в Невоснецовых. Там выставка «Вятская провинция по святым местам». Мы тоже о ней уже рассказывали. И галерея прогресса у нас есть, конечно же. Спасибо Дмитрию Шиляеву и Анатолию Пышко. Вы можете пойти на выставку «Пакт Рериха» в галерее. Да, работает еще до 6 августа. Продлена ее работа, как Дмитрий нам рассказал, в прошлую пятницу. Ну и призы у нас, как всегда, традиционный ресторан «Гауди». Завтра, 29 июля в 8 вечера, там «Миднайт Джаз» и Ольга Веснина. То есть прекрасный вечер можно провести под аккомпанемент вот этих вот самых... Под аккомпанемент «Миднайт Джаз» и Ольги Веснина. Да, так и скажем. Итак, 211-101. Внимание, уважаемые слушатели, мы начинаем розыгрыш. Первый вопрос. У нас, как обычно, задает гость культ похода, Людмила. Пожалуйста. Ну, мы договорились, что вопросы у нас сложными не будут. Нет. У меня вопрос. Год основания нашего музея. О, как год основания зоологического музея. В каком году? То есть он был официально появился у нас, да? Варианты будем давать? Раньше был научно-естественный. Варианты будем давать? Давайте, да, давай не будем. Не будем? Давай не думаем. Я думаю, самый простой вопрос, который только может быть. Если уж совсем люди попадут в какое-то затруднение. Интернет вам в помощь. Интернет вам в подсказку. В музее очень много информации. Ну, могу подсказать, что не очень давно было. Ну, это с чем сравнивать? Мы знаем правильно. С чем сравнивать? Вот у нас был гость из музея шляп, он позже появился. Еще раз подсказали, да? То есть мы уже подсказок надавали. Просто не мысли. Ждем ваших звонков 211-101. Книги пригласительные. Все для прекрасного времяпрепровождения. Хорошего настроения и самочувствия. Звоните. Нет пока звонков? Я думаю, надо давать подсказки. Нет, я думаю, что нет. Три варианта. Я думаю, что надо просто немножко еще поговорить о музее. И я думаю, что люди созреют и позвонят. А в перспективе, кстати, в музее рост его предполагается. То есть как-то вот он такой немножко разбросанный получается, да? Может быть, как-то его... Расширение площадей. Мы очень хотим, сотрудники. Но будет зависеть, конечно, от ресурсов, которые нам выделит администрация. Но все-таки городской музей для своего музея. Город, помещение хорошее такое. Очень бы хотелось. В принципе, это все озвучивалось. Администрация города тоже в курсе. Работа ведется. Но тоже площади нужны сразу, не маленькие, чтобы разместить. То есть сейчас порядка выставочных площадей 260. Конечно, еще ведь и фонда хранения занимает. У вас сейчас все равно ведь не все, что в фондах есть представлено. Нет, конечно. То есть запасник какой-то большой нужен. И, видимо, еще и такой серьезный, соответствующий современным требованиям музейным. В том числе в условиях хранения. В условиях хранения должны соблюдаться. Противопожарная дверь, влажность. Это все контролируется. Тем более, если вот эти речи идет о чучелах птицами, просто так ты их не оставишь. Там же надо, чтобы было специальные условия совершенно. Чтобы они не портились. Конечно. Потом ведь кто с такой сделает. Также обработка производится, потому что есть всякие вредители мелкие. Ну да, которые могут подворкнуть экспонаты. Слушайте, а там мысли сейчас пришло в голову, если там в вечернее или в ночное время, там, наверное, страшновато в зоологическом музее. Среди этих экспонатов. Если говорить про мутантов, то, пожалуй, страшновато. Да, это точно. Даже днем, конечно, маленькие ребята, например, этот же медведь стоит, то есть тоже немножко страшновато. 211-101, даем варианты ответа, в каком году был основан Кировский зоологический музей. Хорошо, 1998, 2007, 2005. 1998, 7 и 5. И 5. Вот три варианта. 2005. Звоните, 211-101, у нас еще ничего не разыграно, так что у вас самый большой выбор сейчас есть. Кто-то позвонит первый, тот может выбрать все, что захочет. Либо книгу, либо пригласительный в зоологический музей, либо пригласительный в музейный выставочный центр на Спасской, либо в галерею прогресса на Пакт Рериха. Есть еще авиатский художественный музей. Есть еще ресторан Гауди, да, завтра, 29 июля, с 8 вечера, Мидной джасту, Ольга Веснина. То есть выбор довольно-таки широкий. Ну мы же в попу, если вы раньше слушали Кульпоход, вы же знаете, что мы так не зверствуем здесь. Не зверствуем, да, мы сюда даем вторую попытку. А иногда даже и третью из трех вариантов. Если нас упросить, то еще и третью дадим. Был такой случай недавно, да, как девушка нас развела красиво, да, развела красиво. Вопрос надо повторить, да, в каком году в Кирове был открыт зоологический музей. Три варианта ответа, в 98-м, в 2007-м, либо в 2005-м. А, кстати, вы празднуете свои дни рождения, возможно, вот каждый год. Ну, в 15-м году, ой-ой-ой, что-то я сказал, у нас звонящий уже есть. У нас уже есть звоночек, я чуть было не открыл тайну. Добрый день. Алло, добрый день. Добрый, как вас зовут? Меня зовут Александр. И ваш вариант ответа, когда же был открыт, в каком году был открыт зоологический музей? А можно еще раз варианты повторить? В 98-м, в 2007-м или в 2005-м? Ну, вот пальцем в небо, говорю, 2005-й год. Верно, неверно? Угадали, понимаете, так и надо пальцем в небо, понимаете, самый верный способ. Отлично. Ну, вот, да, Николай тут уже подсказывал, то есть десятилетие-то получается. Да, то есть десятилетие уже было. Десятилетие было, да, но не при мне. Ага, то есть не при вас еще. Ладно, хорошо, это вам тогда 15-летие. Мне, да, отметили. Так, секундочку, давайте сначала спросим, что он хочет, да, Александр. Что хотите? Из книг что есть? Есть Алексей Баталов «Сундук артиста», есть Фредерик Бекбедер «Идеаль» и есть «Библия бедных» Евгения Бабушкина. Ну, знаете, как большой поклонник Баталова, я, наверное, остановился бы на этом варианте. Мы разделяем ваши предпочтения, конечно же. Немножко грустно раздаваться с этой прекрасной книгой, но я думаю, что, опять же, вы будете очень рады. Не кладите, пожалуйста, трубку, да, вам подскажут, как забрать этот подарок. Я так понимаю, сейчас мы на рекламу прервемся, да? А потом продолжим. Звукорелистор подсказывает, да, прерывайтесь, ну и скоро продолжим. Культпоход. Розыгрыш призов в культпоходе только-только начат. Мы сейчас будем продолжать. Вопрос первый прозвучал от нашей гости, директора Кировского зоологического музея Людмилы Кошмарюк. Мы еще, я думаю, успеем поговорить о планах музея, но продолжаем играть. И Николай Голиков задает вопросы. Ну, у меня всегда вопросы, да, связанные с рок-н-роллом. Сегодня я не угадал, я почему-то подготовил астрономический вопрос. Надо было зоологические подготовить, а зоологические были в прошлый раз. Вопрос будет такой очень простый. Вот те музыкальные фрагменты, которые мы сегодня будем слушать, они каким-то образом связаны с космическими телами, да? Планетами, кометами. Не делами, а телами. Телами, да, именно космическими телами. И вот первый фрагмент, сейчас Денис его так зарядит, а я потом задам вопрос. Ну, это звучит, песенка знаменитая, по-разному ее называют. Rock around the clock tonight, рок круглые сутки, как угодно. Она появилась в 55-м году, и хотя это был не первый, конечно, рок-н-ролл. Кстати, знаешь, как она называлась в аннотации? Она была не рок-н-ролл, она называлась Фокстрот. Фокстрот. Это был Фокстрот, тогда еще такого термина-то не было. И вопрос будет такой. Дело в том, что исполнитель Билл Хейли, да? А с ним была сопровождающая группа. Вот в сопровождающей группе было очень астрономическое название. Я предлагаю вариант такой, что его группа называлась планеты? Его группа называлась кометы? Или его группа называлась галактики? Вот как называлась группа Билла Хейли, с которой он записал эту прекрасную и одну из самых популярных песен до сих пор? Кометы, планеты или галактики. Есть звонок? Что, уже звонят? Ой, слушай, оказалось простой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вас зовут? Евгений Васильевич. Евгений Васильевич. Евгений Васильевич, нас уже постоянно слушали. Евгений Васильевич, ну, какой же вариант вашего названия? А что из книг осталось? А вы сначала отвечаете. А вы сначала отвечаете, потом решим. Прежде всего, по зоомузее, разрешите передать привет Евгению Ивановичу Ворончихину. Хорошо, спасибо. Евгению Ивановичу Ворончихину. Обязательно. Я считаю... Так, Евгений Васильевич, вы пока не отвлекайтесь. Вы отвечаете на вопрос, вы не тратьте наше время, пожалуйста. Галактики. Так, вы неправильно ответили. Будем вторую попытку давать. Давайте вторую попытку. Остались планеты и кометы? Ну, тогда кометы. Ну, он со второго раза угадал, Евгений Васильевич. Вам просто сегодня везет, сегодня важнее. Осталась библия бедных Евгения Бабушкина, остался бигбедер. Это Евгения Бабушкина, его сеня Станислава Лицарева. Было дело, да, в программе дай почитать. Ну, вот ей Бабушкин, есть Бабушкин библия бедных? Есть бигбедер. Бабушкина. Бабушкина, хорошо. Отлично, не клонить трубочку, объяснят, как эту книжечку вы получите. Да, отлично. Кому привет был передан, чтобы мы были в курсе? Да. У нас вообще уникальный штат сотрудников, которым можно гордиться. Вот Владимир Неострович Сотников, о котором мы уже говорили. А Евгений Иванович Ворончехин у нас старший научный сотрудник. Он заслуженный учитель России. Также он автор путеводителя по вятке, двухтомника. То есть он разработал маршруты в Кировской области. Именно зоологические какие-то, да? Чтобы посмотреть на природные богатства. Вот именно памятники природы Кировской области. Памятники природы, да? Да, им описаны в том числе. И разработаны в этой книге маршруты, то есть по которым сейчас, я так думаю, что водят туристов, байдарочные туры и так далее, и так далее. То есть советский район по ним где. Простите нас, что мы не знали. Это, я так полагаю, уже такая классика. Да, да, да. У него книги все. Вот первая часть сейчас уже практически, я думаю, что не практически, а вообще не найти. Путеводитель по вятке. Пора переиздавать. Переиздавать. Желание есть, но финансовых возможностей пока нет. Будем надеяться на лучшее, что сделать. Да, да, да. Будем выискивать возможности, постараемся. Ну что, Владимир? Да, я хочу напомнить, что у нас в гостях Людмила Кошмарюк, директор Кировского зоологического музея. И вы, уважаемые слушатели, можете выбрать подарочный сертификат. Именно в этот музей сходить каждый. Три у нас всего подарочных сертификата, каждый на две персоны. Ну и кроме того, еще масса других призов. С меня вопрос. Твоя очередь. А вы знаете, что сегодняшний день, 28 июля. О, кстати, сегодня именины у Владимиров. С феминиными, Владимиром? Да, я поздравляю. Ты сегодня именинник. Да, спасибо большое. Это связано с тем, что сегодня день крещения Руси. Владимир Классное Солнышко. Это, помните, да? Это его заслуга, 988 год. А еще сегодня отмечается день системного администратора. А еще сегодня день пиар-специалиста в России. Вот у меня к каждой дате есть вопрос. Вы с чего хотите начать? А давай начнем с Владимира Красного Солнышка. С Владимира Красного Солнышка. Крещение Руси. День крещения Руси сегодня. И у очень известного вятского художника есть картина под названием Крещение Руси. Есть. Датируемая 1890 годом. 1890 годом. Ну, назовите, дозвонитесь 211-101. Как же зовут этого художника? Крещение Руси. Простой вопрос. Простой и понятно. Я думаю, что уже очень быстро на него ответили. Очень бы хотелось, чтобы не только фамилия прозвучала, но еще и имя, отчество. Имя, отчество еще. Обязательно отчество? Да. Хорошо. Хорошо. Есть уже желающие ответить? Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр. С днем Крещения Руси вас, Александр. Виктор Васнецов. Конечно, Виктор Михайлович Васнецов. Ты еще отчество просил назвать? Ну, Михайлович уже, да. Работа хранится в данный момент в Третьяковке. Спасибо. Что вы хотите выбрать? Музей Васнецовых. Музей Васнецовых. Да, пригласительный билет на две персоны в выставочный зал музея Васнецовых на выставку «Вятская провинция по святым местам». Работает по 6 августа. Не кладите трубку, вам пояснят, где можно приз забрать. Так, Александр, наш же, как-то, перехватила победителя. Далее, Людмила, вам вопрос задавать. Да, ваша очередь. Так как у нас сейчас ведет выставка по страницам Красной книги, а также у нас работает один из авторов этой Красной книги Кировской области, да, то у меня вот такой вопрос. А в каком году вышло первое издание Красной книги Кировской области? Красной книги именно Кировской области, да? Именно Кировская область. Давайте снова с вариантами, что у нас. Давайте снова варианта. 1976. 76. 2001. 2007. 76, 2007 и 2001. Кстати, пока вы дозваниваетесь, я хочу сказать о том, что в воскресенье в 10 часов утра в детской познавательной программе «Открывашка» мы как раз-таки будем говорить о красной книге Кировской области. Там еще один замечательный сотрудник наш придет. Это таксидермист. Как раз тот, который изготавливает. Ой, как здорово. Руслан Харисович. Подробности работы таксидермиста не будем рассматривать, но так в целом. Это все равно интересная работа. Так что, уважаемые родители, я напоминаю, что «Открывашка», которая выходит в 10 часов утра в воскресенье, это еще не только такой увлекательный рассказ, увлекательное общение, но и тоже розыгрыш призов. Точно так же ребята нам звонят, отвечают на вопросы и получают призы. Там у нас и конструкторы есть, и книги есть, и пригласительные на всевозможные мероприятия, интересные для детей, в первую очередь. Но тем временем у нас есть желающие сказать, когда же появилось первое издание «Красные книги» Кировской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Олег, да? Меня зовут Олег, да. Олег, да, уже тоже такой постоянный. Ну что, когда, в каком году появилась она у нас? Я думаю, в 76-м. В 76-м? Нет, неправильно. Ну что, дадим второй вариант. Ну давайте уж мы такие добрые даем второй вариант. Так, и еще... Либо 2007-й, либо 2001-й. Тогда в 2001-м. Да. Да. С второго раза. Сегодня с второго раза угадывается. Я, кстати, склонялся тоже к 19... В 21-м веке. В 76-м я склонялся, кстати. В 74-м это была Красная книга СССР. Вот почему, видимо, мы склонялись к 70-м годам. Мы перепутали, да. Ну что ж, Олег. Олег, что вы хотите получить? Пойдете в зоологический музей? В книжку, если можно. Книжка осталась. Идеаль. Бигбедер. Автор 99 франков. Так как следующей книги нет, значит, она ваша. Хорошо. Не кладите трубку. Впрочем, вы знаете уже, где можно забрать в нашей редакции. Николай Голиков, вопрос. Ну, снова тогда вопрос немножко такой космический. Да, вот я снова прошу включить парламент маленькой композиции. Как-то вот сидел Пол Маккартни на крылечке, смотрел на звездное небо, пришла ему мелодия красивая, но он стал он к ней слова, так сказать, сочинять. Он интересно вспоминает. У него там сначала было немножко другое название. Но так как астрономию он знал плохо, он на всякий случай решил не ошибаться на весь мир. И поэтому как-то потихоньку подобрал более понятные слова. Песня отпосределяет сразу двум планетам. Сразу двум планетам, которые он увидел на небе. Прямо увидел? Да, вот увидел он их на небе. Он не был уверен, что это именно те планеты. И именно то, что слово, которое ему на ум пришло, он был не уверен, что это вообще планета. Чего он вообще-то забрал записать-то на эту тему? Но он пробовал другие слова подобрать. Не легло. Итак, каким двум планетам, каким двум небесным, точнее, телам посвящена эта песня? Это были Марс и Луна, это была Луна и Венера, или это была Венера и Марс? Три варианта ответа. Марс и Луна, Луна и Венера, Венера и Марс. Так надо точно запомнить. Марс. Если что, у меня записано. А, хорошо. У меня записано. Просто, слушайте, нам уже звонят, да. Нам уже звонят, по-моему, он это знает уже. Он сейчас будет сам тасовать, будет уже сейчас. Конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вас зовут? Елена. Елена. Каким же двум небесным телам Пол Маккартни посвятил свою песенку, которая стала, кстати, названием альбома 1975 года? А, ну так да. Ну, попробуем второй вариант. Это у нас Луна и Венера был второй вариант. Наверное. Так, Лена, сегодня все угадывают только со второго раза. У вас остался Марс и Луна, и осталось Венера и Марс. Ну, мы упомянули бы. Да смелее. Луна и Марс. Опять не то. Опять не то. Будем третью-то давать. Будем давать попытку. Про Луну. Если опять третью попытку дадим. Это кто-то, значит, уже... Другие скажут. Ладно, у нас три минуты до конца культпохода. Давайте третий вариант. Давайте третий вариант. Да, то есть это Венера и Марс. Я правильно назвал? Да. Совершенно правильно. Венера и Марс, Венера и Марс. Он их на самом деле увидел? Я не знаю. Такая легенда. С его слов я рассказываю, что я же при этом не был. И он представил вот это звездное небо. Что вот он сидит, ожидает, как сейчас космический корабль там со страшным названием прилетит и заберет его с этой земной жизни, разлучит его с друзьями. Грустная песенка получилась. Тем не менее, вы угадали хоть и с третьего раза. Что хотите получить? Зоологический музей. Ой, отлично, отлично. Не кладите, пожалуйста, трубку. Наш редактор вам объяснит, куда прийти за тем, чтобы забрать этот подарочный сертификат. На две персоны, напомню. С меня вопрос. День системного администратора сегодня. Поздравляю людей и представителей этой профессии. Вообще администраторы системные — это определенная каста такая людей. У них свои заморочки. У них сеть тянуть, что-то подремонтировать, подшаманить. Да они даже там, у них терминология своя, они всегда поймёшь, о чём говорят. А вот я и с терминологией, это сегодня вопрос мой связан. Я накануне посмотрел, ну, есть в интернете там специализированные сайты, вот этот сленг сисадминовский, да, какие они словечки используют, там почитаешь, ну, прям вот очень удивительные вещи иногда. И для меня было открытием, на самом деле, возможно, я об этом когда-то слышал, но вот на момент вчерашний об этом забыл. Есть в словарном запасе сисадминов такое слово, как хрюша, хрюшка или хрюндель. А что же это такое? Что такое на языке сисадминов? Хрюша, хрюшка или хрюндель. Вот они все знают, что такое хрюндель. Дозвонитесь, ответьте на этот вопрос. Ой, я варианты, честно говоря, подготовил. Нет, они уже, по-моему, без вариантов сразу звонят. Видимо, кто-то из сисадминов как раз. Алло. Да, добрый день. Добрый, как вас зовут? Антон. Вы сисадмин? Ну, в прошлом. А, в прошлом. А разве бывают в прошлом сисадмины? Переквалифицироваться. Ну, я полагаю и чувствую, что вы знаете ответ. Что же такое хрюш это у сисадминов? Windows XP. Конечно, XP. Операционная система Windows XP. Его так и называют Windows. Хрюша. Что хотите получить? Может быть, в Гауди пойдете или на выставку в зоологический музей? Да, хотелось бы в джаз послушать. В джаз. В джаз. Отлично. Завтра ресторан Гауди. Восемь часов вечера. Миднай джаз и Ольга Веснина. Да, не кладите трубку, мы поясним. Вернее, наша редактор пояснит, как забрать этот подарок. Еще вопрос успеваем задать. У вас есть, Людмила? Еще один вопрос? Да, у нас приурочено опять к выставке. Сиамские близнецы, мы все знаем, кто такие. Откуда пошло это название? Сиамские близнецы. Откуда пошло название Сиамские близнецы? Что-то такое туманное вспоминается в голове. Без гаджета я, пожалуй, тоже не отвечу уже. Пробивается. У вас есть минута, чтобы дозвониться нам. 211-101. Откуда же пошло это выражение? Сиамские близнецы. Простым языком говоря, это сросшиеся. Да. Что это такое, мы все понимаем. Историю этого слова. У нас есть минутка, может быть, поговорим о ближайших планах. Мы ждем вашего звонка. Предлагаю еще раз напомнить, что у нас есть. У нас есть еще подальшные сертификаты в зоологический музей. У нас есть в галерею прогресса на Пакторе Эриха пригласительный. И у нас есть еще три билета в музейный выставочный центр на Спасской. Итак, планы. Успеваем рассказать. В планах у нас следующее открытие выставок. Это «Я не боюсь». То есть, как защищаются животные. Какие есть приспособления. А, это как животные защищаются? Да, да, да. А я думал, как нам их не бояться? Нет. Как они умудряются прятаться? Как защищаться? А также выставка «Гиганты и карлики». Которую немножко упомянули, когда говорили про чучело страуса. Он, видимо, будет гигантом. На контрасте, да, будет? На контрасте, конечно, да. Но если, конечно, у нас синий кит, мы не найдем, но фотоматериал. Ну, хотя бы слон будет, да? Синий кит? Ну, слона нам не достать. Есть, да. Так, я полез уже в Википедию. А там уже звонят, звонят, да. Алло. Алло, здравствуйте. Ой, Марьян, здрасте. Первый раз дозвонила. Отвечайте, отвечайте. Откуда? А мне кажется, это остров Сиам. И? Остров Сиам. Остров Сиам, да. И в честь этого стали называть близнецов. А там что на острове Сиам-то произошло? Ну, там то же самое, что сиамские близнецы. Так, Людмила, вы эксперт. Давайте корректируйте. Можно считать? Да, от острова Сиам. Там были знаменитые Чанг и Энг, которые работали в цирке. Да, точно. Это еще первая половина 19 века еще. Я даже вот эту фотографию представляю себе. И они выступали как раз под названием сиамские близнецы. Причем достаточно успешно они женились и имели детей. Отлично, Мария Ивановна, что выбираете? А что бы вы это предложили? Так только что мы озвучили. У нас вот пойдете в галерею прогресса? Или, может быть, в музейный выставочный центр на Спасской пойдете? А еще что есть? А есть еще вот зоологический музей. Зоологический музей еще есть непосредственно. Ну, определяйтесь, у нас времени больше нет. Да, я понимаю. Ну, все, давайте тогда не кладите. Ну, давайте в музей какой-нибудь. Хорошо. В музей так в музей. Какой именно? Какой-нибудь. Сейчас будем искать какой-нибудь музей. Вы поговорите сейчас с редактором и договоритесь уже. Хорошо? Спасибо большое. На этом завершаем нашу беседу. И с Людмилой Кошмарюк, директором Кировского экологического музея. Еще раз напоминаю про открывашку, где мы будем говорить про красную книгу. Кировской области. Воскресенье. Это 10 часов утра. На этом всего доброго. Через 20 минут слушайте программу «Союз нерушимый». До свидания. До свидания. До свидания. Культ поход.